Чтобы подключить однофазный электросчетчик, мне понадобится также, так как у меня частный дом, двухполисной автоматический выключатель, который отключает не только фазу, но и ноль. Ну а также автоматический выключатель. И вот для чего они нужны. Некоторые такую ошибку делают, думая о том, что данный выключатель защищает от ударов током. Но на самом деле от ударов током защищает УЗО, или устройство защитного отключения. То есть если у вас ребенок есть, то об этом подумайте. Потому что когда кто-то прислоняется, допустим ребенок, к электроприборам, к открытым участкам, допустим вот цоколь лампочки, он прислоняется, ну или в резетку часто дети пальцы всуют, там за провода берутся оголенные и так далее. Ток отходит, фаза уходит, и устройство защитного отключения, оно срабатывает тогда, отрубается. То есть таким образом защищая от удара током. Но автоматический выключатель, он так не работает. То есть у него цель совсем другая. Его цель, он защищает от токов короткого замыкания. То есть он защищает ваши электроприборы. Или же, а также если правильно подобрать кабель, он еще и от пожара защитит. То есть чтобы кабель не нагрелся и не случилось возгорание. И чтобы выключатель защищал кабель, для этого нужно правильно подобрать его. Вот здесь указано по ГОСТу значение номинального тока. Вот у меня автоматический выключатель на 25 ампер. И к нему нужен сечение кабеля 4 мм. Медный, да? На 4, ну или 6 еще подойдет тоже. А те, у кого на 16 ампер ставят, вот от 13 до 20 указано. Им нужно на 2,5. То есть получается мой 25 амперный выключатель защищает кабель сечением 4 мм. Если сечение меньше будет, 4 мм, то кабель будет нагреваться. То есть он не защитит тогда. От перегрева, да, не защитит. Поэтому я кину кабель ВВГ-НГ-4. Как самостоятельно подключить однофазный электрощетчик? На другой стороне электрощетчика есть защелка. Электрощетчик устанавливаем на 1 рейку. Защелкиваем его. И так же автомат. Автомат, правда, еще у них автоматический защелки. Надо, если автомат снять будет, просто отверткой отгибаем эту защелку и вытаскиваем его. От столба до вводного выключателя я буду использовать тандартный кабель, который сейчас обычно используют. Это СИП 2х16. В начале идет фаза. А с левой стороны тут фаза, с правой 0. Фазный провод помечен красным. Подключаться будет так. С вводного автомата фаза пойдет на счетчик первый. Первый. Первый это ввод. Далее фазный выход пойдет на первый автомат. Через него перемычкой будет на второй. 0 с вводного автомата будет подключен сюда. Это третий получается вход. И в выход нуля пойдет на нулевую шину. Субтитры подогнал «Симон»! 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 фаза к электросчетчику к первому вход, а ноль подсоединяется к третьему входу. Выход от электросчетчика фаза второй выход идет к первому автоматическому выключателю, через перемычку ко второму и так далее. А ноль выход четвертый идет к нулевой шине. Также хочу сказать вот о чем, что важно, чтобы кабель был соответственный в 32 амперный выключатель, поэтому у меня стоит 10 алюминий, а также можно 6 медь ставить. А к 25 амперному выключателю от электросчетчика идет уже четверка медь. если сделать по-другому и бывает такая проблема, часто очень возникает, к сожалению, что ставят, подключают везде 2,5 алюминий ввг ставят. И часто в этом месте вот от водного автомата до электросчетчика очень сильно нагревается кабель. Я даже видел вот здесь у меня в данном доме было такое. там не было вводного выключателя, прям от рогов до электросчетчика 2,5 АВВГ было. То есть алюминий. И не только проводка сплавилась, ой, изоляция сплавилась, но также еще и сам металл начал плавиться. Представьте алюминий. Такая вот проблема. Это еще удивительно, что дом не сгорел. Но часто бывает, что сгорают именно из-за этого. Так, еще про данный щиток, что он тоже является проблемой. Даже не том, что он пластиковый. Хотя он может сплавиться, течь и так далее, если что-то случится. А проблема для электриков, для нас, это то, что тут малое расстояние и очень тяжело подсоединять это. Кто-то бы сказал настоящий геморрой. Очень тяжело подсоединять это все. Вот. И поэтому такая проблема. То есть форма вроде бы красиво все смотрится, да, но очень тяжело это делать. Ну, а все остальное, конечно, замечательно. По сути, сложностей никаких нет. Все очень просто, как, наверное, сами заметили. Поэтому, если вам понравилось, то ставьте класс, дайли лайк. ну, и также поделитесь данным видео с тем, кому, как вы думаете, оно будет полезно, кому оно пригодится. вот, как вы думаете, что вы думаете,